приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала a handful of boys недавно я нашел себя на мысли что на нашем канале достаточно большое количество аэроликов посвященных какой-либо конкретной теме допустим обзорил конкретной команды в киллтиме или конкретной механики в киллтиме но при этом практически нет общих видео о киллтиме в целом да о киллтиме как о игре о хобби и так далее а именно такие видео обычно привлекают наибольшее количество аудитории собирают много просмотров лайков и все в таком духе и мне захотелось немного эту ситуацию исправить поэтому я решил записать серию роликов посвященных киллтиму в общем да как о горе где я в общих чертах расскажу что мне в горе нравится что мне в горе не нравится и так далее и начать эту серию выпусков я хотел на позитивной ноте и не обозначить бы я ее хотел как моя любовь к паре хаммер киллтиму да я хочу рассказать вам за что я люблю вархаммер киллтим почему я играю в него в целом с момента выхода новой редакции давай и не только играю как игрок но вдобавок веду собственно этот канал для того чтобы больше людей играла в киллтим и сам организовываю какие-либо спортивные ивенты по киллтиму и участвую в развитии сообщества да что заставляет меня так сильно носиться с киллтимом на что я люблю эту потрясающую игру от games workshop собственно придемся по пунктикам я расскажу там про каждый и прокомментирую немножечко давайте приступать и первое это конечно же сам вархаммер 40 тысяч киллтим происходит сеттинге вархаммер 40 тысяч и глупо это торцать я очень большой фанат этого сеттинга мне очень нравится его лор мне очень сильно нравится визуальная эстетика вархаммера и понятное дело я обожаю менять все от games workshop они правда очень хорошо и качественно сделаны дизайн на высшем уровне если что гв и умеет делать так это очень красивые минки и мне в целом приятно что мои небольшие сражения каким-то образом укладываются в лори моей любимой вселенной и это не просто какие-то рандомные человечки пластиковые бегают а именно человечки из моей любимой вселенной у которых там есть отведенное им место на по мне это просто чудесно честно я не думаю что я бы стал так сильно носиться с киллтимом если бы это была игра там допустим про звездные войны или что не таком духе илтим все таки вархаммеровская штука и вархаммер в нем мне нравится далее более материальная часть это финансовые затраты целом чтобы играть в киллтим вам нужна одна команда одна команда киллтим тот самый берется как правило из одной коробки большая часть собирается из одной коробки вот допустим старе страйберы которые на слайде эта банда однокоробочная вы берете один бокс больше вам ничего не нужно в принципе у вас все закрыто некоторым командам нужно две коробки допустим intercession скваду на команде космодесанта некоторым командам нужно докупать к коробке непосредственно пехоты еще каких-либо персонажей как допустим хиротек сройклу команде некорунов и винблэйду команде генокульта вот но по сути если мы сравниваем это с затратами на армию большой вархаммер понятно сделать намного 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 меньшая сумма то есть по деньгам если смотреть чистого цену на оригинал это где-то 4500 если одна коробка и 9 тысяч на пластик если вам нужно две коробки там отдельные банды где нужно докупать элитных персонажей тут не рассматриваем они будут понятное дело подороже этого не менее эта сумма для варгеймов маленькая и как бы думаю наша ситуация это всем полезно вдобавок как бы сейчас есть много альтернативных способов получить себе миниатюры там этой 3d печать и битье и еще что-то и вы можете реально за бесценок получить себе отличную банду и ей спокойно играть вдобавок там правда надо докупить токены и карточки но это в принципе уже достаточно копеечная сумма следовательно пункт который вытекает с предыдущего это быстрая подготовка команды вам не нужно крест больше 20 моделей как бы 20 моделей то в принципе максимум который у вас может быть вашим росте а на стол всегда выходит там меньше намного ребят и следовательно вы за быстрый промежуток времени получаете красивую и покрашенную банду и следовательно вы получаете эстетическое удовольствие от игры фулл покрасом да то есть вот я сколько в киллтим играл и практически ни разу не видел чтобы люди играли серым пластиком и поэтому партии всегда выглядят заилищными насыщенными и красивыми как бы это здорово потому что том же самом большом бархаме или в я если бывает что там людей покрашена там 12 юнита очень красиво но только один двоюни товарами а все остальное то серый пластик и вот уже начинает немного плавать вот та самая атмосфера красота и погружение пил себе такого нет и очень легко добиться как раз этого самого результата до красить 20 моделей это не то же самое что красить по модели видно далее быстрые партии это принципе очень важный момент партия в киллтим редко занимает больше двух часов как по мне это идеальный отрезок времени для настольной игры то есть вы можете либо просто быстро сыграть партию разбежаться там после работы учебы и так далее либо у вас все еще остается опция завалиться на целый день и сыграть там партии 2 3 4 сколько душе угодно и вы также потратите день на ваши любимые варгеймы как вы допустим третили день на партию в большой вархаммер на 2000 очков и также это очень удобно для турниров а киллтим это очень спортивная и турнирная игра сейчас потому что партия у нас длится два часа и 45 туров из-за этого очень спокойно влезают в рамки одного дня а понятное дело на один день собрать людей намного легче чем на два дня вот так что это тоже большой плюсик в копилку киллтима далее момент более такую возможно глубокий это архитектура правил в киллтиме достаточно простые базовые правила они не буквально могут уместиться на одном листочке а4 однако простые не означает бедные скейл правил киллтима как по мне идеален потому что он лишен гигантских перегруженных текстом абзацев очень сложных конструкций и просто гигантского нагромождения текста но при этом на этом движке на этом движке правил можно создавать уникальные и бэковые обилки очень сильно отличающие фракции друг от друга то есть как бы для примера банально у местных арлекинов войс даньсеров механика это буквально розыгрыш пьесы на поле боя то есть они выполняют определенные действия до определенные акты и по ходу выполнения этих актов на них накидываются бонусы они становятся лучше и так далее круто там какие-нибудь бладиды сражаются за взгляд темных богов которые там глядят на них сверху и так далее как бы звучит это все очень клево и это действительно очень здорово реализовано на игре механическом уровне там какой-нибудь генокульт из засады выскакивает кидает всякие там гранаты и так далее там спейсмарина идут стреляют всех уничтожают очень клево и есть как именно сложные механики там и на придуманные как допустим вот та самая пьеса реликинов есть механики попроще допустим бесплатный дэш у корсаров до других эльфов но при этом каждая билка очень хорошо подходит команде с бэковой точки зрения и очень сильно отличает геймплей этой команды от других команд правда те же самые космические эльфы ощущаются в килл тиме как космические эльфы а какие-нибудь космодесантники хаоса да такие большие злые и неубиваемые ощущается как тот самый злой и неубиваемый космодесант хаоса это очень как будто передано и опять-таки это все передано без гигантских книжек правил без границы заполненных текстом и все как-то очень элегантно и здорово складывается в целостную прикольную картину и также что стоит отметить здесь это небольшой объем правил у самих команд это делает игру намного легче доступны и поятнее в том числе для новичков потому что я как человек игравший долго им большой вархаммер часто натыкался на неприятную ситуацию что я играю с оппонентом у него там свои в 10 миллиардов стратагем я как бы их все не помню понятное дело и меня просто подлавливают на чем-то потому что я не знаю что противника есть какая-нибудь стратагема пострелять по мне когда я прихожу мимо него что-нибудь в таком духе а в килтиме такого очень мало как бы и вам не нужно держать гигантское количество информации в голове чтобы понимать что ваш оппонент может сделать а то есть опять таки все просто прозрачно понятно и не перегружено объемом это хорошо это в принципе самый главный плюс килтима это под банально его игровой движок я очень не хочу чтобы говорить него уходила в следующей редакции потому что как мне кажется движок килтима сейчас это правда золотая средина гейм-дизайна точки зрения просто ты правил и того чего при помощи них можно реализовывать а также это хороший баланс и скилл зависимость той зависимость от навыков kills him очень хорошо сбалансирован это вам скажет любой игру в килтим и лично я сейчас могу назвать принципе слабую именную банду после последнего баланса до слейта в принципе аутсайдера в килтиме больше нет единственное как бы имейте ввиду что есть именно именные команды беспоук тимы которые выходят в коробках и во всяком ануалах это одна как бы тема они очень круто сбалансированы друг относительно друга потому что игра под эти команды писалось есть какой-нибудь компендиум до компендиум он меньше сбалансирован потому что это то что выходило в начале редакции просто как сборник индексов то есть он не показатель да но тут как бы до компендиум менее сбалансирован чем именные банды это точно это фактически значение не имеет потому что уже почти все играют на именных бандах и даже на бандах из компендиума можно показывать высокие результаты как раз допустим у стадианцы из компендиума выиграли лво и последний турнир в питере как бы что как бы является подтверждением того что в большом количестве ситуации на исход партии влияет именно скилл игрока его опыт его умение грамотно позиционировать модели и реализовывать механики своей команды и в киллтиме намного важнее команды и намного важнее кубиков также в киллтиме есть большой контроль над происходящим и очень легко присчитать возможные ходы как свои так и своего оппонента банально у вас есть всегда возможность поставить модель так чтобы по ней невозможно была какая-либо стрельба да то есть если вам нужно сохранить модель вы можете это сделать легко также вы всегда знаете откуда ваш оппонент может подчаржить своими моделями потому что длина чарджа фиксирована до этому плюс 2 и вы всегда можете отжаться так чтобы оппонент не мог вас подчаржить ну или наоборот зажимать его своими чарджернджами в зависимости от того хтх на его команда или не хтх принципе фиксированный чардж это то что я очень сильно люблю в киллтиме потому что именно чардж это та самая механика которыми мне менее всего нравилось большом вархаммере потому что она была наиболее рандомная в киллтиме рандом целом убран из многих мест и я считаю для игры которые позиционируются в целом как спортивная турнирная и вот в таком духе это полезная тенденция убирать случайности убирать рандом мне кажется это отлично и в киллтиме рандома неожиданно мало вот что ему тоже большой плюс с моей точки зрения а также динамика пальцы это важный момент потому что в киллтиме по чарджу на активация вы двигаете вы двигаете модельку ваш оппонент двигает модельку снова вы двигаете модельку и так далее и вот эта самая по чарджу на активация создает тот самый идеальный темп игры при котором никому не скучно потому что постоянно что-то происходит и вдобавок вы имеете возможность моментально реагировать на ходы своего оппонента то есть вы постоянно находитесь внутри игры а не как в больших варгеймах когда начинается ход оппонента и вы можете там спокойно выйти поесть покурить пока он там всех подвигает и так далее все мне такой вы спайте вы со своим оппонентом вы постоянно что-то делаете обмениваетесь там а даме и так далее это потрясающе и также партии в киллтиме выходят очень разнообразными потому что террин является важнейшей частью игры а террин всегда стоит по-разному и поэтому каждому столу приходится искать новый подход не говоря о том что каждой команде нужно тоже играть новый искать новый подход и поэтому партии всегда получаются не похожими друг на друга то есть я опять-таки сколько в киллтим играл ни одна партия не была похожа на другую единственный момент что именно в режиме into the dark там где мы сражаемся на космическом корабле и там вот эти всякие узкие коридоры комнаты и так далее с фиксированными расстановками стен там уже появляются как бы определенные паттерны и партии бывают похожи достаточно но это как бы отдельный режим игры все-таки и вот или скажем так обычном партии всегда уникальны и это здорово и того киллтим это динамичная разнообразная сбалансирована игра по вархаммер слои к тысяч со спортивным уклоном легко доступной новичкам с точки зрения финансов и правил это такой краткий самое того что я говорил у этого и целом мне нравится спорить как бы как таковой мне нравится динамичность с разнообразие сбалансированность и мне нравится как бы понятное дело как бедному студенту то что мне не нужно отдавать за это 10 миллиардов денег чтобы спокойно в это играть так что киллтим это отличная игра я рекомендую вам киллтим играть киллтим активно вкатываться то есть если вы сомневаетесь играть киллтим или не играть отвечаю играйте не пожалеете эта игра правда на из лучших игр которые когда-либо выпускала games workshop потому что правила отличные правила рабочие понятные простые и даже багов мало а какие баги находят те сразу фиксит так что вижу цель не вижу препятствий если данный ролик вам понравился то не забудьте поставить лайк подписаться на канал и оставить какой-либо комментарий это все нас очень сильно поддерживает также вы можете подписываться на наши соцсети на vk и telegram ссылки все находятся в описании а может также черном кидать и из донатов ссылка на вас тоже есть в описании вот это как бы по таким формальным моментам люди бы все сказал я завершение ролика что обычно говорю так что большое вам спасибо еще раз за смотрели данный выпуск до конца это был канал a handful of boys играть в киллтим играть в киллтим осознанно и пусть у вас все будет хорошо до новых встреч пока пока